Ну что же, всем привет дорогие друзья, с вами Арома, и сегодня мы продолжим играть в игру по названию Майнкрафтерс 1.7.10 И как вы помните, в прошлой серии мы остановились на том, что попытались найти себе вот такую книжечку под названием Багровые ритуалы Но у нас ничего не вышло, потому что мы тупо не смогли найти обелиск, который был бы окружен багровыми магами или рыцарями Если вы не помните, то это такие красные чудики, которые колдуют возле обелисков И, собственно, мы максимум, что смогли найти, это их вымпелы Вымпелы означают то, что они там уже были, но мы опоздали И, в общем-то, прямо сейчас у меня есть эта книжечка, но не просто так Я хочу поблагодарить абсолютно всех, кто смогли или просто успели проголосовать у меня в группе ВКонтакте Потому что именно благодаря вам у меня появилась эта книга, и она теперь у меня есть И, в общем-то, что же она из себя представляет? Давайте посмотрим Багровые ритуалы, книга, наполненная странными символами Откройте ее, чтобы выучить На самом деле, я пока что боюсь ее открывать, потому что что-то мне подсказывает, что она может, например, взорваться Или у меня тут какая-то порча появится То есть я не знаю, на что способен Таункрафт, но пока что я открывать ее не стану Дело в том, что мне вот что написали Нет, я как бы ее открою, вы не подумайте Я ее обязательно открою где-то минуту через две Прямо сейчас ее и открою, но сначала дайте мне сказать Короче, мне в комментариях сказали, что, оказывается, просто так багровые ритуалы это ничто Мне, оказывается, еще с помощью психического детектора и искажения Нужно прокачать искажения на максимум И только лишь тогда я смогу попасть в новое измерение Таункрафта Все настолько сложно Но, но, опять же, но У меня уже есть решение этой проблемы Мы заходим в наш Тауменомикон Надеюсь, то, что я его взял Отлично Далее заходим в Темные знания Заходим вот в этот пустотный металл И смотрим одну важную вещь, которую раньше я проглядел Видите, вот в пустотном топоре Здесь есть такая фиолетовая надпись под названием Искажение 1 Здесь у Кирки есть то же самое Искажение 1 У Меча искажение 1 У Мотыги искажение 1 Это означает только одно При крафте всех этих вещей мы будем получать искажения И, как вы понимаете, это то, что мне нужно То есть, я, если скрафчу, например, абсолютно все инструменты Которые, кстати, самовосстанавливаются То есть, они никогда не ломаются Мы получим очень много искажений И, в принципе, сегодня, скорее всего, мы будем получать фулл сет инструментов Как вы понимаете, я, опять же, буду все это делать в быстрой перемотке Либо просто в паузе Вам страдать не придется Но, походу, мне придется пострадать очень сильно Вот тут у 3 слитка Это, чтобы скрафтить пустотный топор Далее 6 для того, чтобы еще и кирку Потом 8, чтобы еще и пустотный меч Ну и, например, лопату То есть, 9 Просто охренеть 9 пустотных металлов Это очень много То есть, если это умножить на, например, вот это 8 тенеблей и 8 вакууса То получим очень неплохую такую сумму То есть, 72 вакууса нужно, чтобы просто создать 9 пустотных металлов Что уж говорить о тенебре Тенебре, так это вообще очень сложный вис Или как это вообще называется? Эссенс Я до сих пор их путаю Может быть, просто аспект Но, в любом случае, это сложно добывается Так, ладно, я высказался И теперь давайте откроем эту книжечку Но я отойду Просто мне, мне просто что-то подсказывает Что ничего хорошего не случится Так, вот, например, я отошел на безопасное расстояние, да? А, what the fuck? Вот так, господи, б... Бо... Бо... Б... Господи, эти грёбаные криперы Вот понаставили их здесь Я аж покакался Так, ладно, багровые ритуалы И раз, и два, и три О, да Уровень искажения повысился Уровень постоянного искажения увеличился Так, и смотрите У нас на этот раз искажение полностью на нижнюю золотую полосочку То есть, действительно, искажение повысилось. Так, я её открыть не могу, эту книжку, но, по идее, в Тауманомиконе у нас появилась какая-то новая крутая штука. Вот, в базовой информации. Давайте почитаем. Багровый культ. Большая часть этой книги исписана крючковатыми непонятными письменами. Но, если вы их поймёте, то это даст вам представление о багряном... Багряном, я не знаю, на самом деле, багряном, скорее всего, культе. Его происхожение покрыто тайной, но, видимо, целью культистов является совершение ритуала, который они называют «Опертис Окулис» — «Открытие глаза». Непонятно, что это значит, но вы сомневаетесь в его правильности. Интересно, может ли Тауматургия предложить способ исполнения этого ритуала? Очевидно, что только сумасшедший возьмётся за эти исследования. Это я! Это я! Я сумасшедший! Я хочу открыть! Я хочу! Я уже знаю, как открывается этот портал, но, как я уже сказал, мне понадобится фулл искажение. Как оказывается, нам придётся скрафтить четыре глаза. Они очень сложно крафтятся, они добавляются в древнем знании, и появляются они где-то здесь или здесь, я точно не знаю. В общем, как я уже сказал, фулл искажение нам понадобится. Ну и, в общем-то, прямо сейчас давайте посмотрим, где у нас добывается Тенебри, где у нас добывается Вакоус, хотя Вакоус, я знаю, добывается в ведрах, и где добывается Алинис. Хотя, подождите, Алинис вроде добывается в жемчуге. Да, всё, мы уже знаем, где добывается два аспекта, но где же добывается грёбаный Тенебри? О, нет, это добывается в грёбаных грибочках. Но не только, ещё и в обсидиане. Ээээ, я, знаете, в прошлый раз добывал грибочки в сумеречном лесу. Я думаю, то, что целых 72 штуки грибочков я смогу найти в сумеречном лесу. Но целых 72 штуки! Походу, я снова буду страдать. Пожалуйста, не забудьте поставить лайк, я, походу, сейчас в паузе буду минут 15 искать эти грибы, и всё это чисто ради того, чтобы как можно быстрее повысить искажение. Спасибо огромное за ваши лайки, спасибо за поддержку, а мы увидимся через пип. Раз, два, три. Пип-пип. Так как я прекрасно понимаю то, что некоторые люди мне не поверят, то, что я добыл больше двух практически стаков грибов, я решил показать, как же я их добыл. Я пришёл в сумеречный лес, нашёл вот такой вот грибной биом, и с помощью топора потока просто начал это всё рубить. Давайте я вам покажу, насколько это всё быстро рубится. Возьмём какой-нибудь маленький грибочек, и вот как это всё быстро рубится. Меня очень обижают такие комментаторы, которые пишут то, что я якобы что-то считерил, или ещё что-то. Если я что-то собираюсь себе выдать, я всегда вас предупреждаю и устраиваю опрос вконтакте. Это и так знаете. И прямо сейчас я пойду в Эндер Мир за жемчугом Эндера. О, Господи, походу мне придётся действительно очень долго страдать. Ну, а мы снова увидимся через раз, два, три. Смотрите, пока я побивал жемчуг Эндера, мне ещё с одного Эндермена, который был боссом, мне выпало взрывное зелье регенерации, зелье замедления, взрывное зелье подводного дыхания, но ещё и какой-то кристалл края. Я не знаю, что это такое, давайте посмотрим, для чего он, собственно, нужен. И, эм, эм, он как бы ни для чего не нужен, я смотрю, он никак не крафтится, он не нужен ни для каких крафтов, может быть, его просто использовать можно? Эм, нет. Слушайте, напишите, пожалуйста, зачем этот кристалл края нужен? Может быть, он в себе содержит какие-то аспекты, потом... О, действительно, аспекты! Я же могу его изучить с помощью таумометра! Господи, шо ж я туплю-то? Ну-ка, эээ, этот объект нельзя изучить. Странно. Серьёзно, мне впервые выбивается такая штуковина, я, в принципе, положу её, конечно, но не обещаю то, что для чего-то буду использовать. Так, у нас есть один слиток пустотного металла, нам, в принципе, нужно ещё 9, ну, вообще, кстати, 8, но на всякий случай я скрафчу, конечно, 9. И также я немного переборщил, я добыл огромное количество жемчуга эндера, но прикол в том, что с таким вот алмазным мечом на остроту и добычу, мне с каждого эндермена падало где-то по 2-3 жемчуга, поэтому я добыл не 5, сколько, в принципе, хотел, а целых 24. Да, этого мне, в принципе, будет достаточно очень намного. Надеюсь, то, что Тенебри тут создаётся, и да-да-да-да, всё создаётся замечательно, берём наши супер-пупер-скляночки, склянки есть, ага, и всё, добываем. В принципе, мне сейчас нужно сделать ещё так раз 8, и у меня будет достаточное количество пузырьков с эссенцией. Господи, я вот не представляю, это, это, это серьёзно, каким надо быть помешанным тауматургом, чтобы всё это создавать, я не понимаю. Ладно, это я для летсплея, но, представляете, какой-то человек вот сидит и вот целыми днями так изучает, 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 изучает. То есть, у меня этот летсплей уже с ноября 2014 года, практически год этому летсплею скоро. И как бы, я, конечно, понимаю, то, что я снимаю по 20, по 25 минут каждую серию, я дошёл только до древних знаний. Но, если ты не снимаешь, то ты, скорее всего, дойдёшь за недельку, за полнедельки до этих древних знаний. Но, вот, просто, это надо быть действительно помешанным тауматургом, чтобы до такого дойти, ещё и продолжать что-то изучать. Хо, ладно, в принципе, чё-то я это заговорился. Собственно, грибочки у нас уже более-менее выплавились, но у нас тенебри не появляется. О, то-то! Герба, а ну-ка, пошла отсюда. Как её там убрать-то? Её же вроде вот так вот. Да, всё, рукой взяли и убрали. Ещё герба. А, вот этот тем более не понадобится. А вот по поводу игниса я особо не уверен. У меня две банки игниса, поэтому его мы тоже убираем. Всё, мне нужна только герба. И герба у нас начала появляться. Замечательно! Вёдра, переплавить жемчуг Эндра, всё это разложить по пузырькам, и я не знаю, наверное, сейчас буду 5 минут в паузе сидеть и тупо ждать, а мы снова увидимся через раз, два, три. Чуваки, вы даже не представляете, как дико я сейчас лоханулся. Просто жесть! Это непередаваемое чувство. Я скрафтил 20 ведер. Одно у меня было, и, как оказалось, здесь всего лишь один вакоус, а мне это нужно больше. Как оказалось, 4 вакоуса есть не в ведрах, А в грёбаных сундуках я просто потратил целый стак железа. Я такой дебил, это просто непередаваемо. Давайте посмотрим, здесь есть точного коус? Да, здесь есть, а я нечально скрафтил 20 фёдер и потратил практически весь свой запас железных слитков. Жесть, какой же я придурок, капец, я просто трачу налево и направо свои ресурсы. Походу в следующей серии нам точно придётся идти в шахту, вот прям уже на 90% я уверен, что пойду в шахту, если, конечно, не появятся какие-нибудь дикие планы по талм-крафту. Так, и в общем-то у нас уже здесь есть очень много пузырьков с Тенебри, целых 12 штук. Далее есть 3 Алиниса по 8. И в принципе я могу взять ещё немного Алиниса, замечательно. И сейчас я пойду крафтить сундуки, как обычно увидимся через паузу. И, божечки-кошечки, серьёзно, меня эта серия уже начинает немного вымораживать, так как эти паузы очень длинные. И, окей, увидимся снова через раз-два-три. Ну что же, чёрт подери, спустя где-то 15 минут грёбаных пауз, я смог это сделать. У меня есть 9 пузырьков с Тенебри, у меня есть 3 пузырька с Алинис и ещё один вот здесь вот. У меня есть 9 пузырьков с Вакоусом и, чёрт подери, лишь бы мне их не просрать. Давайте посчитаем. Мы собираемся скрафтить 9 вот таких вот металлов, да? Нам, получается, понадобится 9 вот таких вот семян пшеницы, так? Так, у меня на самом деле немного переборщён инвентарь, поэтому надо его немножечко вот таким вот образом очистить. Давайте положим вот этот пузырёк с эссенцией куда-нибудь сюда и идём создавать. Я, конечно, это сейчас всё сразу не буду ложить в тигель, потому что иначе у нас тигель переполнится, и вся эссенция улетит в воздух, мне это не нужно. Мы будем создавать по чуть-чуть. И для того, чтобы создать по чуть-чуть, давайте посчитаем. Окей, например, я хочу создать хотя бы 4 штучки за раз. То есть я сейчас всё не хочу класть, вы сами понимаете, всё улетит в воздух, и это очень тупо. Так, и окейушки. Алинис, Тенебри, Вакоус. И насколько я помню, там нужно не 4 Алиниса, а 2, да. Если у меня сейчас ничего не получится, то придётся выдать себе через гейм-мод, потому что просто 15 минут снова добывания я не хочу. Итак, смотрим. А, нет, стоп-стоп-стоп, семена пшеницы-то нужно выделить, господи. Раз, два, три, погнали! Атара-татара-татара. Дааа, 4 семя пустоты готова, замечательно! Теперь у нас здесь пусто, как вы видите, у нас вообще тут пустотень, потому что я всё сделал идеальненько, симметричненько, или не знаю, как это вообще называется, но вы поняли. Это, это ради науки. Раз, два, три, четыре, и... Всё, у меня есть 8 семя пустоты. И тоже проделаем вот с этим. Всё, 9 семечек, это просто шикарно! Здесь у нас, по идее, сейчас 6 Алиниса осталось, да, всё так, как я и сказал. И теперь мы берём палочку, убираем отсюда весь Алинис, берём одно ведро. Ах, ну да, я же ведра все положил, может здесь есть? Нет. Берём сейчас ведро, наливаем туда воды, и сразу же перед этим берём немножечко железных слитков. Стоп! У нас, по-моему, в ведрах 8, 8 металла. Давайте проверим. Да, у нас тут 8 металла, это как раз-таки нужно на один вот такой вот слиток пустотный. Ну-ка, давайте на всякий случай даже проверим. Ну-ка, сколько? Да, 8 металлума. Но, конечно, у нас ещё получится то, что избыток будет вакоуса. Ну, в принципе, плевать на этот вакоус, он всего лишь один, и как бы проблем не возникнет, и я думаю, надеюсь, у меня всё получится, надеюсь, у меня всё получится, и мы сделаем себе грёбаные охренительные инструменты, которые будут никогда не рушиться. Так, всё. Да! 9 слиток пустотного металла! Это... Ммм! Ммм! Супер! Наконец-то мы это сделали! Сколько времени серии мы потратили! Я просто в шоке! У нас есть 9 слитков, мы сейчас проверяем, так ли это всё. То есть, да, нужны простые палочки, крафтится это всё на простом верстаке. И сейчас мы проверим, добавится ли нам всё-таки это дикое искажение, которое нам всё, в принципе, портит, но в то же время и помогает. Так, палки, палки, палки. Неужели мы даже палки сейчас не сможем найти? Вот, берём 3 древесины, я думаю, этого вполне будет достаточно. Крафтим палочки, это почти целый стак будет. И... Я волнуюсь. Прибавится ли искажение? Делаем супер пустотную кирку. Ой, да ладно, у неё ещё 5 урона, нихрена себе. А у этой? А, у этой тоже 5? Окей, я думал, что поменьше. Так, ну и в принципе всё, искажение. Оно прибавилось? Чё-то я не понимаю, оно прибавилось или нет? Я не заметил ничего. Давайте проверим, не знаю, с помощью нашего детектора. И... Да? Или нет? Или да? Или нет? Чё-то я не понимаю, прибавилось или нет? Серьёзно, я чё, это просто так скрафтил? Не, ну в любом случае, мы, конечно, сейчас всё скрафтим. Нам ещё понадобится потом улучшенное хранилище эссенции сделать, потому что мало ли здесь что-то новое откроется. И вдруг с забытым знанием. Так, и теперь крафтим получается, ну, например, меч. Меч у нас ещё и слабое истощение даёт. Может быть, это прибавит искажение. Не, ну слушайте, мне не нравится то, что нам ничего не написало по поводу этого. Ну окей, крафтим пустотный меч и... А? А? Что, серьёзно? Подождите. У нас вообще что-нибудь прибавляется? Или надо обязательно использовать, чтобы искажение начало прибавляться? Какого чёрта? What the fuck? Ладно, ладно, ладно. Продолжаю, продолжаю создавать. Я потом, наверное, всё-таки погорю, если что-то не получится. Создаём на этот раз топор. И сейчас мы, конечно, их все проверим. Так, и лопату. Лопата, это просто обязательно. Всё. Везде есть искажение. У нас в психическом детекторе ничего не прибавилось, это очень странно, но если мы будем это использовать, то, по идее, это должно прибавиться, я так понимаю. Так, давайте начнем рубить и... ну, так, знаете, хреново рубится, но самое главное, смотрите на прочность топора. Оно уменьшается и сразу же восстанавливается, так, грёбаный дождь, надо тебя убрать, извини, дождина, но ты у меня уже два раза появляешься за эту серию, ты у меня появлялся в основном в паузах, но всё-таки появился даже сейчас. Всё, замечательно, то есть мы копаем вот этой лопатой, и она у нас сразу восстанавливается, это чётко, её даже на восстановление не надо зачаровать. Ну-ка, а если я попробую кого-нибудь ударить, тут, в принципе, кстати, и ударить-то некого. Хорошо, а если пустотной киркой, если мы будем, по идее, копать камень, то у нас сразу же всё будет восстанавливаться, да? Охренеть! Мы серьёзно можем просто бесконечно копать! Нет, серьёзно, в следующей серии я обязательно пойду в шахту, просто 100%, уже не 90%, а 100% я пойду в шахту и буду копать и копать. То есть мне теперь вообще ничего не страшно, мне никакая поломка не страшна, и у меня сейчас небольшой такой вопросик, я могу это зачаровать, раз это пустотный металл? Ну-ка, да, могу, отлично. Так, у меня, в принципе, сейчас 35 терры, это мало, но, например, я хочу зачаровать. Хотя, не-не-не, ничего сейчас зачаровать не буду, нахрен надо. Потом лучше сразу на много-много зачарую, и тогда уж точно пойду в шахту. Хо! Замечательная серия, несмотря на то, что эта грёбаная пауза меня чуть не убила. Так, давайте посмотрим, может быть здесь что-то ещё есть? Здесь есть пустотные ботинки, поножи, ну, в принципе, только броня и инструменты, да? То есть ничего такого супер-пупер нету. Ладно, я, в принципе, не против. На самом деле, я как бы думал то, что нам напишет то, что вот, у вас повысилось искажение, и вам, типа, плохо. Но ни хрена подобного не случилось, поэтому, походу, придётся каким-то образом по-другому повышать. И-о-о-о! О-о-о! Я как раз только об этом сказал, и смотрите, у меня, по идее, мозги зомби есть, и у меня сейчас как раз-таки небольшой голод. А если я съем мозг зомби? Вот, давайте проверим. Берём психический детектор, у меня сейчас показывает одна золотая полосочка снизу. Мы едим мозг зомби, и-и-и-и-и. А? Чё-то я как-то не особо вижу, чтобы чего-нибудь доприбавилось. Но если я сейчас похожу ещё чуть-чуть, немножечко поголодаю, у нас, по идее, снова можно будет съесть мозг зомби. Так, во-во-во, давай, понемножечку голодаю. Может быть, снять эти сапоги путешественника, а не, по идее, как... Уменьшают голод. Так, вот, снова едим. И смотрим. Прибавилось? Чё? Серьёзно? У меня точно не баганул психический детектор? Какого хрена у меня ничего не повышает? А, не-не-не-не-не-не! По-моему, повысилось. Или нет? Серьёзно, я не понимаю, какого чёрта? Мне сейчас снова, получается, нужно поголодать, съесть мозг зомби. И это немного странно. Каким образом я должен дойти до максимального искажения, если у меня ничего не повышается? Может, баганула игра? Если это так, то это очень плохо. Но надеюсь, что багов никаких нет. Так, окей, ушки. Я, в принципе, изучил всё, что хотел. В следующей серии я, кстати, обязательно займусь тем, что хотел сделать ещё две серии назад. И, в принципе, я бы сделал. Но чё-то уже забыл, почему нет. Вот. В Таума Терги я хотел создать вот такие заряжатели. Чтобы заряжать нашу палочку на все эссенции. И сейчас мы можем заряжать на всё, кроме Эйра и Пердитё. Да. Ну, а пока я заканчиваю, я знаю то, что серия получилась... Не знаю, какая серия, на самом деле, получилась. Когда я это буду монтировать, тогда я пойму. Просто все вот эти вот вырезания, все вот эти паузы, они меня тупо сбили с толку. Поэтому я даже не знаю, что вы увидите. Может быть, серия снова получится какая-нибудь там на 18 минут. Я сам ненавижу, когда у меня выходит серия меньше, чем на 20 минут. Я дико извиняюсь за это. Но мне приходится вырезать ненужные моменты. Они просто скучные. И, как бы... Вот. Вы понимаете, да? Ииии спасибо огромное за просмотр данной серии. Надеюсь, что она вам понравилась. В принципе, неплохая серия. Единственная проблема это паузы. И буду как-то с ними бороться. В следующей серии обязательно пойдём в шахту. Проверим нашу кирку на супер-пупер. Всё. И, может быть, у нас повысится искажение. Ну, а теперь, если вы здесь привыкли, то вы можете подписаться на канал, поставить лайк, поставить друзей. А с вами был Лололошка и вот эти вот все супер-пупер вещи, инструменты. Всем удачи. Всем пока. Пока-пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok